В этих кругах фраза «акула-пера» считается неуместным клише, а не за честность, добро и слово, которое западает в душу. Журналисты-литераторы чествуют лауреатов 8-го творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова. В номинации «Журналистика» лучшей стала ведущая телеканала «Самара Гиз», автор проекта «Обернитесь» Инесса Панченко. Новый уникальный проект рассказывает о том, как люди находят свет в конце тоннеля в ситуации, когда, казалось бы, выхода нет. Это история тех, кто лишился всего, но начал жить с чистого листа. Программа выходит каждый второй вторник месяца в 18.45. Я вот знаете, от чего сегодня счастлива? Потому что канал, на котором я работаю, продолжает на протяжении многих лет нести социальную ответственность, которую он сделал на себя когда-то. Это очень непросто. И тем не менее, у нас есть возможность сделать проекты, которые меняют жизнь, которые несут в этот мир добро. Очень трудно людям сегодня многим действительно найти какую-то опору под ногами. И то, что эту опору оказывает телевидение, это вот, наверное, и есть та социальная ответственность, и спасибо за нее руководству телеканала. В номинации «Литература» победу одержал член Союза писателей России Сергей Чекунов за книгу Гаврилова Поляна. Литературно-документальное произведение рассказывает об одном из наиболее почитаемых старцев Русской Православной Церкви конца 20-х годов – Архимандрите Иоанне Крестьянкине. В 1950 году его арестовали по доносу. Весной 1953 года старцы перевели в лагерное подразделение под Куйбышевым под названием «Гаврилова Поляна». И не говорить только о крестьянке. Она отражает и историю нашей губернии, нашего Самарского края. Вот такая пипа от пола, примерно документов, которые я вот это все перелопачивал, то есть проверял, там все факты. Писать так пронзительно завещал легенда самарской журналистики Эдуард Михайлович Кондратов. Писатель, драматург, лауреат всероссийских конкурсов, член Союза журналистов и Союза писателей России. Автор сценария первого в Советском Союзе киносериала «Тревожные ночи в Самаре». Творческий конкурс в его честь был утвержден администрацией Самары и областным союзом журналистов. Как журналисты, так и писатели активное участие принимают в конкурсе. Важно, что в этом году у нас действительно достойные очень лауреаты. Тема добра, она, собственно говоря, тема вечная, потому что, собственно говоря, чему служат журналисты. Журналисты служат добру. По традиции на церемонию награждения приглашены именитые журналисты-литераторы, представители Творческих Союзов и студенты. Поздравление лауреатам передала глава Самары Елена Лапушкина. Награды лауреатам вручили председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Творческих Союзов Ирина Цветкова и председатель Самарской областной писательской организации Александр Громов. Отметим, что это уже вторая премия имени Эдуарда Кондратова у нашего телеканала. В 2016 году за телевизионный цикл «О Старой Самаре» награду получил автор и ведущий телеканала «Самара ГИС» Михаил Перепелкин. Михаил Ермоленко, Ольга Хомракулова, Константин Головин, Василий Колдашов. События.